Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать о довольно интересной приманке от компании Hacker. Модель называется Proper Shed. Данная приманка имеет длину 80 мм. В цвете Olive Sparkles у меня. Поставляется в упаковке по 4 штук. Данную приманку я получил довольно-таки недавно. Поставляется она в довольно классической упаковке. К сожалению, одну приманку я уже успел оторвать на джиговой проводке. Данная приманка выглядит таким вот образом. Данные виброхвосты не являются съедобной приманкой. Изготовление очень простое. Очень мясистое, широкое, скажем, но невысокое тело. Переходящее с небольшим сужением в хвостовую, очень мясистую лопатку такую. Пятка довольно-таки толстая. Изготовление данных приманок в общем плане довольно-таки, скажем, необычное. Приманки подобного изготовления с такими вот мясистыми пятками я видел на данный момент пока что только у компании Hacker. Я сначала не совсем понял данную приманку, так как данный виброхвост на медленной проводке практически не играет на равномерке, соответственно. Игра у него более-менее появляется как бы, ну, довольно-таки неплохая в принципе на средних таких протяжках по скорости. Но, на мой взгляд, данный виброхвост очень хорошо себя раскрывает на ступенчатых проводках, то есть, соответственно, на джиговой проводке. Я сначала не понял, как применять успешно данный виброхвост, но потом я, ну, опять же, это моё личное мнение, немножко догадался и раскусил данную приманку. А сначала я данную приманку классической джиголовкой с жёстко впаянным крючком, осуществлял, соответственно, равномерную проводку. Сначала мне на равномерке на медленной не понравилось, как данная приманка работает. Затем я начал осуществлять резкие такие средне-быстрые протяжечки с паузами, и тогда приманка начала работать. Но, больше всего, опять же, повторюсь, мне понравилась данная приманка на джиге. Пробовал я тоже использовать соседным крючком с шарнирно закреплённым грузиком по типу чебурашки. Тоже очень монтаж, мне даже больше понравился, чем на классической джиговой головке с жёстко впаянным крючком. Фишка данной приманки за счёт этой мясистой лопатки мне понравилась, как она играет именно при отстукивании о дно. То есть, хвостик вроде такой неповоротливый, но когда мы берём, допустим, условно говоря, за тело приманки и начинаем шевелить не сильно, причём ней, мы видим, что тело за счёт такого утяжелителя на конце очень гибкое получается. И на джиговой проводке данная приманка после того, как мы совершаем несколько поротов катушки и делаем паузы, она ударяется одно, но желательно, конечно, чтобы дно было глинистое, чтобы удар более такой акцентированный был. Она ударяется одно, и у нас данный хвостик как бы сыгрывает. То есть, за счёт такого утяжеления при ударе у данной приманки появляется довольно-таки интересная игра. Плюс, если мы будем осуществлять более быстрые подмотки катушки, а лучше эту джиговую проводку осуществлят именно на данной приманке подрывом кончиком удилища спиннинга и, соответственно, выборки свободной лески. То есть, на резком подрыве приманки у нас хвостик начинает срабатывать, и после того, как приманка падает на дно, ударяется. Плюс ещё от удара появляются дополнительные небольшие колебания у приманки. Виброхвост довольно интересный, очень необычный, на мой взгляд. Кому приманки такого типа нравятся, скажем, необычные такие вот для экспериментов, вполне можно приобрести. На ту приманку, которую оторвал, я поймал на джиговой проводке три небольших щучки. На удивление, поймал я их, кстати, быстро. На реке ловил, с берега, на обрывистом берегу, соответственно, был перебат глубин довольно резкий, ну, как так называемая бровка. И мне удалось данную приманку довольно-таки неплохо разловить. Всем спасибо за просмотр. До свидания.